О, мам, я температуру померила, 39,4, все хорошо, ты когда придешь, какую скорую, мам, градусник, да, градусник убрала, но просто тут так получилось, что он упал, но все хорошо, там просто какие-то серебряные шарики рассыпались, но Мурзик их всех собрал, представляешь, он их облизал, все хорошо, я только салфеткой протерла, и там все чисто. Мама, мам, ты почему кричишь на меня, я же ничего не сделала, Мурзику скорую еще вызвать, мам, алло, моя мамочка, любимая, моя мамулеточка, что звонишь, я вот суп нам готовлю на ужин, а ты что делаешь, в школу идешь, а зачем, вызвали, ого, это за что, О, мама, ладно, не кричи, пожалуйста, я тебе сейчас все объясню, просто Елена Владимировна увидела, как мы курили за школой с девочками, но я не курила, я просто стояла, и нас вообще никто не курит, мы просто гулять вышли, там старшеклассник, сына на вас мадемили, от нас даже не пахнет, мама, 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 пожалуйста, только не ругайся, мам, мам, умоляю, не говори ничего Дианиной, маме, хорошо, и вообще не ходи к Елене Владимировне, так и скажи, что твоя дочь не курит, хорошо, нет, ну, пожалуйста, мама, я покакала Алло, мама, привет, а помнишь, ты мне сегодня попросила салат нарезать для ужина? Нет, я нарезала, нарезала, только я случайно себе два пальца отрубила, Но ничего страшного, я один нашла, вот, заклеила его ликопластырем обратно, а второй где-то в салате затерялся, но я его сейчас найду, тоже приклею Ну, 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 чего ты кричишь, зачем скорую? Да, мама, не нужно, у меня еще восемь штук осталось, все хорошо Зачем мне солнце, когда у меня есть ты? Я сочту за честь, если мое сердце разобьешь ты Провожаю закаты и встречаю рассветы только с тобой Как дышать, когда ты так смотришь? Алло, мама, ты скоро спустишься? Нет, я в машине жду тебя, да, я сижу Просто тут такое дело, я решила на твое место пересесть, руль покрутить просто И случайно куда-то нажала и поехала назад И врезалась в машину дяди Саши Да-да, это у которого Мерседес Мама, ну не ругайся, пожалуйста, я же случайно просто хотела покрутить руль Вот, вот дядя Саша тут стоит, ждет, пока ты спустишься Алло, мама, привет, а помнишь, ты мне сегодня попросила плиту выключить перед школой? И я выключила, выключила, но, видимо, не ту Я просто сейчас со школы возвращалась, а у нас около дома три пожарные машины И дым серый из нашего окна идет Вот, я туда не пошла, меня тетя Люба забрала к себе Сказала, что в нашей квартире теперь делать нечего Мам, ну ты не кричи, пожалуйста, дослушай до конца А знаешь, что дяденьки пожарные сказали? Они сказали, что мы теперь можем искать себе новую квартиру, представляешь? Купим трехкомнатную, как ты и хотела Алло, мама, ты тут? Алло, мам, привет, ты когда придешь, уже все гости собрались Дядя Саша, дядя Люда, все пришли Со мной все хорошо, а что со мной? Мама, я тебя хотела попросить, купи, пожалуйста, обычную воды А то я со стола взяла, с папиного стакана попила Она такая горькая оказалась, представляешь? Мам, почему не пить? А что случилось? Все вообще хорошо, давай, мы тебя очень все ждем Алло, мама, что звонишь? Я уже домой иду с девочками, мы погуляли Катя, нам мама звонила Катя трубку не берет А, а, мама, мы играли в прятки просто с девочками Вот, всех нашли, кроме Кати Она лучше всех прячется, представляешь? Но ничего страшного, мы ее завтра приедем, найдем Все нормально Мама, ты почему кричишь? Полицу вызывай Мама, зачем? Мы завтра придем, ее найдем Мы в прятки играем Все хорошо, правда? Алло, мам, привет Помнишь, мы сегодня должны были в парикмахерскую идти? Помнишь? А не нужно больше идти Я сама подстриглась Да Я чуть-чуть себя обрехала Вот, ну получилось ровно Да Все хорошо получилось, да Ну, мам, не кричи, пожалуйста Все правда красиво получилось Давай, приходи, я тебя жду Алло, мам, привет Я постирала вещи, как ты и просила Только я порошок не нашла Я взяла средства на кухне стояла около раковины Вот, ну тоже все отстиралось У нас, правда, вся мама сейчас в пене Но ничего страшного Я устроила пенную вечеринку Мам, мам, почему ты кричишь на меня? К нам еще, правда, тетя Люба приходила Соседка снизу Но я не открыла Ты же говорил, никому не открывать Вот, я тебя жду, приезжай Алло, мама, ты когда придешь? Папа уже дома Нет, мам, папа не на работе Папа домой только что пришел Сказал, что ему нужно что-то дома доделать И вот они сейчас, тети, в вашей комнате работают Ну, наверное, не очень получается Потому что они что-то кричат А, о, вот Алло, мама, у тебя что с голосом стало? Ну да, такая блондинка, тетенька Твоя подружка, что ли, ты ее знаешь? Нет? Мама, зачем кричать? Я тут при чем? Едешь? Ну все, давай, я тебя жду, хорошо Злая едешь? Поняла Хорошо, папе не скажу Это сюрприз для него, что ли, какой-то делаешь? Нет? Ну ладно, давай, мам, я тебя жду, пока Алло, мама, привет У меня для тебя радостная новость Помнишь, ты говорила, что в аптеках закончились маски? Помнишь? А я бесплатно нашла У нас в подъезде, представляешь Мне какой-то добрый дяденька дал Он сидел, кашлял, говорил, что ему больше не нужна И отдал мне Ну мама, подожди, кричать Да слушай до конца Он мне дал маску и попросил Мне взамен ему Нужны были бинты с шприцом для витаминов Вот, и я ему дала Ты же у меня доктор Я же знаю, где лежит Вот, я ему вынесла 14 штук Ничего страшного У нас же теперь есть маска Мусор, можно теперь погулять? Схожу Мусор такой тяжелый был Зачем ты мне такой тяжелый дала? Ну я посмотрела Там папины вещи были А зачем он столько выкинул? Ему же завтра в командировку на месяц Мам, как один пакет? Там возле двери, да Там три сумки были И одна папка с бумажками какими-то Но я все выкинула Можно погулять? Схожу Мама, ну возле двери, как ты сказала Я там все выкинула, да Как мусор был за дверью? Мама, а там дяденька грузился в большую машину Что я выкинула? Алло, мам, а я тут конфетки нашла Которые ты от меня спрятала Это был сюрприз, да? Ты думала, я не найду? Ну как, где? За унитазом, где ты спрятала Там еще в пачке такой с кошкой нарисованной Мам, почему выплюнуть? Ну, они, конечно, не очень вкусные Но все равно спасибо за сюрприз Мама, зачем кричать? Я уже ела Да, я уже съела половину Как мне конфетки? Алло, мама, а ты что делаешь? Ты дома? Ты дома? Мама, а можешь, пожалуйста, принести мне мою тетрадку С сочинением, которое мы с тобой вчера ночью писали Мама, не кричи, пожалуйста Просто я забыла А сегодня последний день сдать сочинение Татьяна Александровна сказала Ты принеси, пожалуйста, после второго урока Принесешь? Принесешь? Спасибо! Алло, алло, мама, представляешь? Я сейчас выиграла миллион Мне пришла смс-ка из банка И вот тетенька мне позвонила И я ей сказала код, который пришел в смс У меня, правда, сняли 500 рублей Но, мама, ты почему кричишь на меня? Нужно послушай меня Нужно номер твоей карты Чтобы она тебе миллион прислала Мама, зачем ругаться? Куда ты едешь? Ну, мы же выиграли миллион Алло, мама, ты когда придешь? Уже идешь? Мама, я тебе сейчас кое-что расскажу Только обещаю, что ты не будешь ругаться, хорошо? 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 Мама, помнишь, у нас на кухне На холодильнике стоял цветок? Да, орхидея Да, твой любимый цветок В общем, он случайно разбился Мама, ну, он сам разбился Мы с Настей просто сидели, чай пили Он рядом упал Ну, мама, ты говорил, ты не будешь ругаться Ну, ладно, да Это Настя Ну, да, это я Разбила цветок Ну, я уже все убрала Я его запылесосила И все осколки тоже Вот Ну, мама, почему ты кричишь? Ты же обещала не ругаться Не знаю, все хорошо с пылесосом Не знаю Ну, мам, привет Мама, а как стереть твою помаду голубую? Я ее просто накрасила Она не стирается Она еще так пахнет невкусно Как, какую помаду? Ну, на полу стояла в банке Такая голубая Там еще такая кисточка огромная была Мамулеточка, а ты чего кричишь? Как не помада Краска для стен Мама, мам, не ругайся, пожалуйста Я ее не трогала А, я ее в ванну вылила Я просто подумала, что это остатки помады И они тебе не нужны Ванны тоже нет Мама, мам, привет Мама, помнишь, мы вчера домой купили цветную светящуюся ленту Вот я решила ее сегодня повесить Мама, только она оказалась такой длинной Но я ее на две части разрезала Правда, длинная часть, она вообще не светится Мамулеточка, ну почему ты кричишь? Что с ней идти? Выкинуть? Зачем? Че ты хочешь и молчишь? Хочешь и молчишь? Хочешь и молчишь? Алло, мам, привет Мама, а я сейчас на вашей спалкой кровати Нашла костюм кошечки Можно я сегодня в нем гулять? Пойду? Мам, почему нет? Ну тут столько всего интересного Тут какой-то ремень Два колготка Правда, они по раздельности Мамулеточка, ну что ты кричишь? Почему все на место положить? А можно я хотя бы пингвинчика возьму? Его тоже у вас с папой на кровати нашла Я правда не знаю, как он работает Но я его в воду окунула Это же пингвинчик, они же плавают И он перестал жужжать Мама, мамулеточка, ну что ты кричишь? Да хорошо, все положу на место Алло, мам, привет Мама, Лиза звонила Ну да, я сейчас с Лизой гуляю А-а-а, мама, мы сейчас играли в догонялки С девочками и с дядей Альбертом Как с каким дядей Альбертом? Ну с бомжом Которого папа постоянно со двора выгоняет Мамулеточка, ну не рвайся, пожалуйста Да слушай до конца Вот мы играли в догонялки Мы от него убегали Все девочки убежали А Лиза не успела убежать Он ее поймал Ну ты представляешь? Он ее позвал к себе в гости И сказал, что покажет ей котенка И угостит конфеткой Альбер, а что это такое? Бьете вонючее Алло, мам, привет Мама, ты меня в какой детский дом отвезешь? Я уже вещи собрала Мне Настя сказала, что она родная дочка А я приемная И то, что моя настоящая фамилия Пиписькина Мамулеточка, Аня Давай мне, пожалуйста, детский дом Что? Насте трубку дать? Сейчас Настя, у тебя мама Алло, мам, привет Мама, мне Настя компьютер не дает Вот мы с ней договорились Что она играет 30 минут А потом я 30 минут А уже 47 минут прошло Она до сих пор играет И не хочет мне компьютер отдавать Трубку не дать Сейчас Мама, она дверь заперла Мама, да я сделала уроки Можно я поиграть чуть-чуть? На трубку ничего не задали Завтра не будет Мама, я вспомнила Нам же задали пирог приготовить на ярмарку Которая вместо трудов будет Мам, не кричи, пожалуйста Я правда забыла Татьяна Николаевна нас спросила Кто может пирог испечь Я руку подняла Ты же меня очень хорошо готовишь Пойдем печь Мам, что ты кричишь? Час ночи уже? Ну, можно же утром приготовить Правда, ярмарка в 9 утра Мама, не ругайся, пожалуйста Я правда забыла Мама, правда, нужно не один пирог приготовить А шесть Просто из класса больше руку никто не поднял Привет, мы с папой уже на линейке стоим Ты когда придешь? Мама, правда, я тут не вижу своих одноклассников И Татьяну Николаевну нет Но мы здесь встали Вот где-то стоим Что, у учителя нам таблички написано? А-а-а Мама, там написано пятый А-а-а А у меня четвертый А-а-а Что? У нас была линейка утром? Папа-а-а Почему на моей руке перчатка? Под этой перчаткой спрятан цвет твоей руки В зависимости от него будет определена твоя стихия И до 18 лет тебе нельзя ее снимать Мердолия сказала, что нечего ждать И можно снять ее уже сейчас Нет, Най, стой Это запрещено Сейчас, дети, на коже вашей руки формируется цвет И именно от него будет зависеть, какая у вас стихия То есть, если у меня будет голубая рука Я смогу управлять стихией воды? Вообще-то синяя, Пейтен И да, все верно А теперь запишите Синий цвет кожи это вода Оранжевый или красный огонь Зеленая земля Белый воздух И серебристый это снег и лед У меня по-любому будет оранжевый цвет Мама говорит, что чаще цвет совпадает цветом волос А у меня будет сила снега Как у моих родителей А я думаю, у меня по-любому воздух Ой, Пейтен, он слюнями подавился Мамочка, как думаешь, а какой у меня цвет? Зеленый, конечно же Как у всех в нашем роду, Майя Слушай, а может быть мы заглянем под перчатку Всего одним глазком? Ладно, одним глазком Ну что? Что там, Най? Снимать перчатку, а не смотреть под нее Вот я сейчас Эй, дети, дети А что вы здесь делаете? Уже давно звонок прозвенел Почему вы до сих пор не на уроке? Сегодня мы изучаем стихии И как их использовать Когда вам будет разрешено снять перчатку Вы увидите цвет вашей руки Но не все так просто Опять сложности? Конечно, чтобы управлять стихией Вы должны снимать перчатку Но обязательно потом надевать ее снова Это что, типа блокировки на нашу силу? Знаете что, ребята Когда я сниму перчатку Я больше никогда ее не надену Она меня достала Да, да, согласен Меня тоже, если честно Да и меня тоже И рука постоянно болит Ребят, а вы никогда не пробовали заглянуть? Куда заглянуть, Найка? В штаны к тебе, Пейтон Что, брата? У меня в штаны? О, господи Он шуток не понимает Господи Ну она же говорит про перчатку, Пейтон Как здесь можно не понять? А вообще, Най, нет Никто из нас никогда не смотрел Что там под перчаткой Но я слышала случаи, когда это очень плохо заканчивалось Мама, как ты думаешь Неужели за все время никто никогда не смотрел под перчатку? Ну, вообще-то смотрели, Найя И что, с ними, наверное, все хорошо? Понимаешь, у вас в академии еще запрещена эта тема Вам об этом расскажут ближе к 18 годам Расскажи, мам Мне очень интересно Людей, которые раньше времени посмотрели под перчатку Называют тенями Говорят, что их сила опасна И они запрещены в нашем мире Также говорят, что они заглянули под перчатку И обнаружили там пустоту Поэтому они превратились в теней И стали скрываться в темноте А почему ты спросила? Короче, девчонки, у меня такие новости Вы же знаете Рейбекку из параллельки? Ну да, и че она? Внезапно на уроке ей стало плохо У нее потемнели вены И она превратилась в какую-то тень Че? В какую еще тень? Не знаю, сказали, что она стала тенью Ринулась в темный угол И там исчезла Кэти? Что? Что такое, Надь? Ты в порядке? Что случилось? Сестренка, уже завтра мне 18 И наконец-то я сниму перчатку И узнаю свою стихию Везет, сестренка А мне ждать еще целый год Не волнуйся У тебя по-любому зеленый Как у всей нашей семьи А ты бы хотела себе другой цвет? Лично я хотела бы серебристую Управлять снегом и льдом Ты же знаешь, как я с детства об этом мечтала Иметь другую стихию И не такую, как у наших родителей Жаль, что такое бывает слишком редко Най, ты что задумала? Ты что, сдурела? Это что, реально твой план? Да, Кэти, я хочу взять документы Софии И пойти вместо нее, чтобы снять перчатку Ты мне просто скажи, зачем тебе это? Я уже не могу думать о том, что увидела Когда посмотрела под перчатку На снятии перчаток будут самые главные Старейшины нашего города Я уверена, что они смогут мне помочь Я даже не знаю, стоит ли А вдруг они открутят тебе голову? Мне нет 18 Они не посмеют меня тронуть София, сестренка, подожди Я тут тебе успокаивающий чай приготовила Спасибо, сестренка А то я перед завтра так волнуюсь Даже уснуть не могу Ну вот расслабишься и отлично А завтра мы уже узнаем твою суперспособность Да, только нужно будет поставить будильник А то если просплю Перчатку можно будет снять только через один год А я так хочу начать пользоваться своей стихией София, сестренка, ты спишь? София, София Кажется, уснула Ладно, прости меня Я должна это сделать Итак, София, вы готовы снять перчатку, чтобы увидеть вашу стихию? Да, я готова Отлично, отлично Ну тогда снимите перчатку И мы увидим, какая стихия выбрала вас под свое покровительство С Богом Какого? Этого не может быть Нет, нет, нет Этого этого не может быть От цвета руки под твоей перчаткой зависит твоя стихия Ты можешь снять ее Хорошо Что? Не может быть Она золотая Но этот цвет не подходит ни к одной стихии Живо надень перчатку никому, слышишь? Никому не говори, что когда ты ее снимала Ну а и что тебе сказали старейшины? Они не поняли, что ты пришла снимать перчатку вместо своей сестры? Я не стала ее снимать Что? Но почему? Испугалась В общем, сниму ее через год вместе с вами Мам, я дома Ах ты мелкая дрянь Ты подсыпала снотворное своей сестре, чтобы она пропустила день снятия перчатки Нет, это не я Как это не ты? Это ты подсыпала мне снотворное в чай, и я проспала целый день Вот именно, Най, и теперь снимать перчатку Софии только через год Эй, девчонки, у меня-то сегодня день рождения, и я снимаю перчатку Поздравляем, Пейтон Уже подозреваешь, какая у тебя стихия? Да, я уверен, что там синий цвет, и я управляю водой Пейтон, пройдите на снятие перчатки, пришла ваша очередь Итак, Пейтон, вы готовы снять перчатки? Да, я готова Это когда? Что? У него не сформирована стихия, он бракованный, прикончите его Не надо, нет, это ошибка! Итак, дети, пока вам еще не исполнилось 18 лет, и вы не сняли свои перчатки, спешим вам сказать, что появились новые правила, и все, кто имеет отклонение, будут уничтожены системой Ну, как вы могли уничтожить Пейтона? У него ведь был цвет Да, цвет действительно был, но только на одном пальце, это означает то, что стихия не приняла его, и он бракованный Господи, да это же кошмар! А уже боюсь снимать перчатку, вдруг у меня тоже там только один палец окрасился в цвет Смотрите-ка, Сандра напугана, не ты ли громче всех орала, что у тебя будет оранжевый цвет, и ты будешь управлять стихией огня? Заткнись, мелочь! А ты мне рот-то не затыкай, рыжеволосая курва! Ты совсем офигела? Забыла, с кем разговариваешь? Сандра, а когда у тебя день рождения? Уже завтра, мне что-то так страшно Так ей надо, этой Сандрихе, помнишь, как она доставала нас, а теперь, смотрите-ка, притихла, испугалась Эти, я не знаю, что мне делать, у меня ведь день рождения через неделю Ну, я помню, что через неделю, и что, ты-то чего испугалась, я не понимаю Ты забыла, что я видела, когда раньше времени посмотрела под перчатку? Да помню я все, Най, но с тобой все будет в порядке Та девчонка, которая раньше времени посмотрела под перчатку, скопытилась, ну ты-то живехонькая Но мне все равно страшно Ничего с тобой не сделается, цвет у тебя там по-любому зеленый И вообще, хватит тут панику разводить, ты же знаешь, это у нас Пейтон невезучий, ну получилось так, ну что теперь? Сестренка, дорогая, я бы хотела перед тобой извиниться Да ладно, ничего страшного, подожду лучше еще годик Тоже видела новые правила по телевизору Ага, еще узнала про твоего одноклассника, мне так жаль Мне тоже так жаль, как думаешь, у тебя там все в порядке? Я не знаю, хотелось бы верить, но теперь то, что ты напоила меня снотвордом, меня больше радует, чем расстраивает Ну что, Сандра, снюхай тебя Ага, с днем рождения, Сандра С днем рождения тебя, Сандра, сегодня ты снимешь перчатку и пусть все у тебя будет хорошо Мне так страшно Сандра, пройдите на определение Сандра, вы готовы показать ваш цвет и снять перчатку? Эээ, ну да, вроде готова Да, снимите ее и покажите ваш цвет нам всем Ладно, хорошо Да что же это такое? О нет, еще одна, прикончите ее О, Найка, привет, с днем рождения С днем рождения, Най Ну что, ты готова сегодня проститься со своей перчаткой? Интересно, какой у нее будет цвет? Ну так что, Най, ты готова? Ага, готова Най, вы срочно должны пройти в кабинет для снятия перчатки Ну что, удачи, Най Здравствуйте, Най, мы ваши новые старейшины и будем принимать у вас снятие перчатки Ой, а где те, кто были в прошлом году? Эээ, Най, а откуда вы знаете, кто был в прошлом году? Да нет, я так просто случайно видела, я не знаю Хорошо, Най, а теперь снимите вашу перчатку, мы должны увидеть ваш цвет Пожалуйста, пусть там уже будет этот дурацкий зеленый Давайте, Най, мы ждем Не бойся, деточка, снимай Да что же это такое? Я не понимаю, почему у меня фиолетовый палец? Что? Прикончить ее, она бракованная Что? Нет, 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 пожалуйста Уберите ее отсюда Эй, Найка, ты живая? Ты очухалась? Я что, умерла? Чего? Конечно нет, я же живой Тебя ведь пристрелили Че? Нет, сейчас ты все узнаешь Пошли, хватит валяться Итак, бракованные дети, рады вас приветствовать в Академии стихий Что? Какая еще Академия стихий, если наоборот уничтожать таких бракованных, как мы? Мы делаем так специально, чтобы все так и думали На самом деле в ружье заряжен транквилизатор, и мы просто усыпляем вас Ой, Най, и ты тут? Сандра! Я не понимаю, зачем вы здесь? Зачем мы, если мы и так бракованные? Говорят, что таких, как мы, стало слишком много И для нас создали специальный факультет, чтобы проверить, на что мы способны Итак, бракованные дети, сегодня мы определим ваши силы Сандра Сандрочка, у вас красный цвет, значит, вы по логике должны управлять огнем Хорошо, я попробую Отлично, сосредоточьтесь Представьте огонь О, господи! Это, это просто что-то невероятное Хорошо, Най, а какой цвет у вас? Фиолетовый Фиолетовый? Это как-то странно Такой цвет не подходит ни к одной стихии А теперь снимите перчатку, Най Сосредоточьтесь на своем цвете Представьте свою силу Хорошо Напрягитесь, Най Очистите свой мозг, и у вас все получится У меня ничего не получается Так, 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 хорошо, понятно Кажется, фиолетовый цвет вообще не дает никакой силы Что? Получается, вы выгоните меня из академии? Что? Конечно же нет, Най Мы будем пристально следить за вами Да и тем более все думают, что вас уничтожили Куда вы пойдете? Най, ты не поверишь, но я все-таки обладела стихией воздуха Ну, Пейтон, зато получилось то, о чем ты так мечтал Ты же хотел управлять воздухом Но у тебя же синий палец, синий принадлежит воде, а воздух это серебристый Най, ты забыла, что у нас походу все вообще перепутано Да, 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 это же как у Сандры У нее по сути красный палец, она должна управлять огнем А у нее вон какая сила Только у меня вот ничего нет Най, 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 подождите, держите Что это? Как что? Ведро и тряпка, конечно же Я вижу Зачем? Най, понимаете, в общем, чтобы не выгонять вас из академии, вы должны делать хоть что-то, приносить пользу Остальные ребята получили способности и управляют стихиями А вы... а вы ничего? То есть я все-таки для вас оказалась бесполезной и должна отрабатывать свой клет? Обижайтесь, Най, но, к сожалению, у нас такие правила, в этой школе каждый должен приносить пользу Зато вы остаетесь в академии Я все поняла, спасибо Чего тебе, Пейтон? Ну и что, девки, сегодня для вас классная новость Сегодня же у основного состава академии заканчиваются каникулы, и они возвращаются в школу Че? У какого еще основного состава академии? Амаля, ты че, только сейчас с луны упала, что ли? Помимо нас здесь еще учатся ребята Что? То есть мы здесь не одни бракованные? Най, а ты че? Что? Най, ты че? Вообще лучшие, просто нас зачислили, когда у них были каникулы Но уже сегодня они вернутся Ага, я даже представить не могу, какой силой они могут обладать, если у них рука окрашена полностью в какой-то цвет Мне кажется, что они даже общаться с нами не станут, тем более, что мы для них все равно бракованные Ой, девчонки, это же настоящие стихийные маги, даже не представляю, как они пользуются своей силой Интересно, а какие они настоящие стихийники? Может быть они, конечно, и очень сильные, но я со своим одним синим пальцем быстро покажу им их место Пейтон, господи, они этот палец тебе, знаешь, куда засунулись? А мне интересно посмотреть на них, может быть мы с ними подружимся? Най, ты что, очнись, мы же для них бракованные, они станут общаться с нами Да что ж такое? А это у нас кто тут еще? Дурацкое пятно, вообще не оттирается Кто это тут еще за такая кракозябра? Ой, какая я неуклюжая, простите Не прощаю, как сейчас тряпкой огрею Да ты охренела, ты хоть знаешь, с кем говоришь, бракованная? Ой, дорогой, ты действительно так думаешь? Боже, ты и прав, этим мелким лучше сразу показать их место Хорошо, мелкая дрянь, готова ощутить на себе силу настоящей стихийницы Тем более в нашей школе разрешено убивать Что? Что? У меня еще один палец окрасился в другой цвет Но такого не бывает, это против правил природы Срочно, Найя, наденьте перчатку Ну и что мне теперь с этим делать? Мы срочно должны выяснить, какие суперспособности вы получили благодаря этим двум цветам Вы слышали? У нее один палец фиолетовый, а другой зеленый Да такого не бывает, у человека может быть только один цвет Я вам отвечаю, они поймут, что она совсем бракованная и ее прикончит Бракованные ребята, у меня для вас потрясающая новость Отныне каждый из вас будет сотрудничать с выпускником нашей академии Настоящим стихийником Что? Правда? Да, да, они будут исследовать ваши способности Итак, выпускники Амалия и Люцифер, кого вы выбираете из бракованных к себе в подопечные? Я согласна с выбором любимого Чего? А ну стой, что не рада, мелкая стерва? Отцепись от меня Ой, ой, какие мы нежные Ай, только не плачь Что-то не так с моей рукой Чего? Люцифер, у нее появился третий цвет Директриса, у меня появился третий цвет Я не понимаю, что со мной происходит, мне очень страшно Ай, о господи, не может быть Значит, я приняла верное решение распределить таких бракованных, как вы За сильными и опытными выпускниками Они определяют уровень ваших возможностей Нет, 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 я наоборот хочу поменять выпускников Амалия и Люцифер мне не подходят Директриса, не слушайте ее, именно благодаря нам у Ная появился третий цвет Я уверена, мы справимся Конечно, Амалия, я полностью поддерживаю ваше решение Но, но... Вот отлично, Ная, вы должны быть благодарны, что вы в таких надежных руках Спасибо, директриса Итак, ребята, поскольку вы отныне не просто бракованные, а настоящие напарники стихийников Мы приняли решение выделить вам отдельные комнаты Что? Правда, что ли? Как здорово, а то я задолбалась слушать, как храпит Пейтон, будто подохнуть собирается Че? Да это просто здоровый богатырский сон Итак, сейчас ваши наставники в лице лучших выпускников покажут вам, где вы разместитесь Ну что, бракованные, это отныне твоя комната Надеюсь, она тебе понравится, мы выбрали ее вместе с Люцифером За что такая щедрость? Что? Не забывай, наша комната с Люцифером находится напротив Мы должны исследовать твои способности для нашей выпускной работы Поэтому ты всегда должна быть под рукой И мы можем приходить к тебе тогда, когда пожелаем Тогда понятно Ну что, Найка, как тебе новая комната? А ты сдриснишь? Я тебе сейчас так сдрисну, стерва ржезатая Да ладно, успокойся Най, ну так что? Ненавижу эту академию стихий и этих дебильных выпускников Ничего, зато они будут исследовать наши способности Смотри, мой наставник научил меня создавать снег Хоть на что-то ты способна, рыжая дрянь Мои меня научили быть только униженной Мне вот интересно, когда сюда приедет Кэти У нее ведь тоже только один палец будет окрашен в цвет У нее день рождения завтра, вот и увидим Ладно, все это очень хорошо